Дорогие друзья, огромнейшая просьба, пожалуйста, поддержите Kinderwelt. Описание под этим роликом – это очень благородное и хорошее дело. Это помощь детям. Израильская система с ПТСР, у них огромный опыт. ПТСР же тоже у детей, которые были под бомбежками, которые имеют огромные переживания, что их родители на войне или на оккупированной территории, что их папа не такой, каким они его помнят, и многое-многое другое. Пожалуйста, посмотрите этот ролик и примите участие. Примите участие. Лечить раны войны – это очень долгая и очень ответственная работа, которые мы не должны выходить из боя, должны продолжать и во время войны, и после войны. Держим строй, помогаем своим. Капитан Юра, over and out. Меня зовут Костя. Мне 9 лет, я был 9 месяцев в оккупированном Херсон. И с такой фразой мы приехали в Киев. Костя был злый, струбованный, не мог контролировать свою агрессию. И когда я уже не смогла с ним справиться, я нашла контакты к Интервелте, заделефонировала, и мне с радостью помогли. У нас были консультации с Викторией, и началась пледная работа. После которой Костя стал контролировать злые. И у меня появился друг Хибука. Хибука помогает нам справиться с тревогой, заспокоюет. Главный помощник. Спасибо большое к Интервелту за проробленную работу. Добрый вечер. Меня зовут Ирина. Это моя дочь Маргоша. Мы семья Челемпенко. Проживаем в Харькове. Мы не выезжали на момент военных действий начала полномасштабной войны. Находились все время здесь. Когда эмоционально стало сложно справляться с моментами взрывов, прилетов, мы начали искать центр, который мог бы помочь в этой ситуации. И очень рада, что нашли ваш центр, Киндервелл, в Харькове. И когда мы туда пришли, нас встретили, объяснили, рассказали. Мы познакомились с Натальей. Тут Маргоша уже расскажет, как было. Да, очень приятно было познакомиться с Натальей. Она мне помогала с моими эмоциональными проблемами, в принципе, чтобы справиться с эмоциями, когда взрывы, и чтобы вести себя легче, понимать их. И, честно, мне очень помогло. Я очень рада, что я туда попала и имею такую возможность ходить туда и дальше. Спасибо вам большое, что вы есть и помогаете нам и нашим деткам справляться с таким тяжелым в наше время моментами. Спасибо. Спасибо. Меня зовут Кристина, мне 16. И мы пережили оккупацию. После увиденного там у меня начались проблемы со сном, появилась тревожность, начали постоянно, почти каждую ночь, мучить кошмары про оккупацию. И дошло до того, что я практически не могла спать. Когда я не смогла дома справляться самостоятельно с этими проблемами, я искала специалиста, который смог бы в этом помочь. И наткнулась на вашу организацию и привела ребенка туда, к вам. После занятий с Олесей мне стало намного легче. Я стала нормально спать, нормально жить, и меня покинула тревожность. Спасибо киндервельту и, в частности, Олесе за проделанную работу, за то, что ребенок сейчас нормально живет, хорошо спит, не тревожен, не мучает ничего. Спасибо вам большое. Всем добрый день. Я Кирилл. Я приехал с первого дня из Харькова, в первый день Великой войны. Это моя молодая сестра, ее зовут Настя. Мы приехали в трех, в первый день Великой войны. Настя, в тот момент, было только 9 месяцев. С того момента проживали в Кропивницьком. У детей была тревожность. Кирюша раздирав собі пальчики на ручках. У нас у него были проблемы с походами в туалет. Настя, например, не знает, что такое жить с семьей. У нас папа вихедного дня раз на месяц, потому что он проживает окремо в Харькове, а мы в Кропивницьком. Мама, это моя. Больше двух лет мы проживали в однокомнатной квартире в пяти. Это было морально очень тяжело. Сейчас немного изменилась ситуация. У нас с трудностями помогла Кіндервелл. Спасибо Кіндервелл за возможность восстановить психологический состояние. И детский, и мамин тоже. Здрасте. Можно? Здравствуйте, Гарри. Здравствуйте, здравствуйте. Андрей, вы помните? Здравствуйте, Андрей Владимирович. Здравствуйте. Это у нас Кіндервелл. Очень важная программа для детей. Вот самое главное здесь. Это вот самое главное. Это хабуки здесь. Хабуки здесь самое главное. Хабуки, это вот дети. Он такой грустный. Дети так его одевают. Да. И вот они с ним разговаривают. Да, он такой хороший песик. И разговаривают с ним, и утешаются, и находят опору. Я тоже. И вы тоже. Мы помним, как вы рассказывали, да, на лекции во Львове. Про ПТСР. Да, да. Потому что... Немного в шок вас вел. Ну, это было очень интересно, это было очень ярко и, вы знаете, вот, ну, очень показательно, очень наглядно. И несмотря на то, что ваша лекция была ориентирована, ну, на взрослую аудиторию, ПТСР, к сожалению, это то, что объединила сейчас и взрослую детскую аудиторию. В детскую, да. Своих отцов, что у них, это они не специально делают их отцы, они, наоборот, хотят им показать любовь, что они дрались, за что они пострадали. И чтобы семьи, это очень важно, как семьи на ПТСРщиков работают. Не только мы должны измениться, но и гражданские должны измениться, понимая... Это да, это работа всей семьи целиком. Да, всего общества. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok